Добрый день, дорогие люди-слушатели, те, кто нас смотрит и слушает видеотрансляции, вас приветствует Медиаметрикс, программа «Мировая бизнес-этика» и я, ведущая, Марина Джаши. Сегодня у нас в гостях Татьяна Смирнова. Татьяна – карьерный консультант и работает в компании Kelly Services. Татьяна, добрый день, спасибо большое, что вы к нам пришли. Побеседовать, поговорить. И сегодня мы будем говорить об очень интересной теме карьерного консультирования, как она развивается в России. Потому что, мне кажется, сейчас она набирает обороты, очень актуальна, и ваша профессия очень востребована. Ну, разумеется, есть свои какие-то сложности, о которых нам расскажете. И все-все-все подробности, подводные камни мы сегодня от вас узнаем. Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста, для начала, чем занимается профессия карьерный консультант. Марина, добрый день. Добрый день, те, кто нас слышит и видит. Очень приятно находиться здесь, в этой уютной студии. Я регулярно смотрю ваши выпуски. Спасибо. И честно мечтала о том, чтобы меня сюда пригласили, и чтобы я посидела на этом месте. Так что еще раз спасибо. И действительно очень рада, что меня пригласили рассказать о теме карьерного консалтинга, которая является для меня родной, близкой и любимой с 2007 года. Как уже 10 лет я рядом с этой темой, около этой темы, внутри этой темы, и вижу, как она от чего-то непонятного на рынке превратилась в действительно востребованный продукт. И рынок просит, рынок хочет. Соответственно, давайте об этом поговорим подробнее. Ну что ж, очень интересно. И я очень рада, что я исполнила вашу мечту, и мне очень приятно увидеть вас здесь в студии. Тогда давайте разговаривать о карьерном консалтинге и консалтинге более подробно. Татьяна, вот вы очень правильно заметили, и вот эксперты, которые приходят, гости, которые приходят сюда в студию, тоже так же говорят, что в России, когда приходит какая-то новая концепция, сначала она, скажем так, не твердо стоит на ногах, потом она приобретает какие-то свои формы, а потом уже она синхронизируется с тем, что происходит в мире, и уже отлаживается, налаживается, ну и, соответственно, принимает те формы и вызовы, которые, в общем-то, диктует та среда, в которой она находится. Вот, собственно, чем занимается карьерный консультант. Вот ведь, если так вот говорить, у нас рынок HR тоже развивается достаточно так вот интересно, по-своему, в чём-то хаотично, в чём-то есть какая-то закономерность. И насколько вот востребован, насколько сейчас люди обращаются к карьерному консультанту за каким-то вопросом карьеры? Вот если я правильно понимаю, это вот тогда происходит обращение, когда у вас какой-то вот, ну, вы достигли какого-то перекрёстка, что-то нужно делать дальше, какой-то сделать выбор, куда развиваться? Или как вообще, вот когда вступает в роль вашу жизнь карьерный консультант? Хороший вопрос. На самом деле мне не хватает флипчарта, чтобы порисовать, потому что рынок карьерного консультирования, рынок консультаций по поиску работы, по трудоустройству, он очень разноплановый и включает в тебя самые разные профессии. То, что сейчас называется карьерный консультант, может подразумевать под собой всё, что угодно. Очень интересно, что буквально пару лет назад я задалась вопросом разницы между карьерным консультантом и карьерным коучем, и психологом. И вот из этого исследовательского интереса у меня получился проект «Карьера в 5D», где мы поняли, в чём же разница между всеми специалистами. Вот очень интересно. Да, действительно. Как это работает в нашем проекте, и как бы я провела границы между этими специализациями? Если речь идёт о психологе, то здесь идёт больше работа с пониманием себя, своих сильных компетенций, своих зон развития, плюс в дело иногда вступают какие-то внутренние ограничения, которые нам не позволяют выйти на новые рубежи, на новые уровни. Это установки «я не хочу зарабатывать», зарабатывать стыдно, например, или установки «я не буду руководителем, я не умею это делать». Чаще всего это всё идёт из детства, с этим работать может психолог, но психолог никогда не расскажет, как искать работу. Есть карьерный аналитик, это человек, которому нет дела, в общем-то, до ваших внутренних установок, который очень чётко раскладывает профессиональные вещи, вот на это ты можешь опираться, это твоя база, вот это тебе надо дорабатывать, да, раскладывает это по свод-анализу, маркетинговый инструмент, который вполне активно применяется и в карьерном консультировании. То есть чётко, без эмоций, да, вот идёт такой вот как бы скелет, да, того всех ваших компетенций, с сильных сторон, с слабых сторон, да, и какое-то идёт прогнозирование того, чем вам бы заниматься нужно в будущем. В каких ситуациях, какие ситуации будут выигрышными для тебя, какие ситуации для тебя будут, наоборот, нести внутренние угрозы, и что нужно проработать, чтобы вот с этими внутренними какими-то угрозами справляться. Карьерный коуч тоже есть такая специализация, и эта специализация существует дольше, чем карьерный консультант. Есть прекрасная Светлана Бергера, у которой есть курс карьерного коучинга. Очень интересный, это человек, который помогает действительно с выбором. Причём выбор, это может быть самого разного уровня, опять-таки, если говорить про те примеры, которые были у нас в проекте, это может быть выбор между оставаться дома и сидеть с детьми или выходить на работу. То есть чёрная либо белая, да? Да, это может быть выбор, не знаю, выбрать это место работы или другое место работы. В чём специфика карьерного коуча? Он никогда не даёт ответы на вопросы, то есть все ответы сидят внутри, но коуч создаёт развивающую среду, которая помогает из себя вытащить вот эти ответы. Честно, мы, когда начинали этот проект с коллегами, мы друг у друга тоже проходили вот эти коучинговые сессии, и я для себя тогда вывела такую разницу, когда консультант приходит и говорит, так, делай как я, я тебе сказала, вот шаг первый, шаг второй, шаг третий, и ты придёшь к успеху. А коуч приходит и говорит, так, а давай подумаем, к чему бы ты хотел прийти. Хорошо, а давай подумаем, как ты это поймёшь. То есть такой идёт, сдвиг немножко такой парадигмы, да, и фокуса с делай как я, да, именно вот в центре себя, да, ты уже как бы берёшь ответственность за свои решения, за свои поступки какие-то, действия, да? Да, абсолютно. С одной стороны, ты этому очень сильно сопротивляешься, тебе не хочется думать, тебе хочется быть девочкой, платиться, и чтобы тебе сказали, что тебе нужно. Но когда вот этот перелом происходит, а иногда приходится очень сильно постараться для того, чтобы этот перелом произошёл и коучу, и участнику, действительно находишь ответы на те вопросы, которые у тебя интересны, и более чётко раскладываешь, почему, зачем, какие смыслы внутри этого ты найдёшь для себя. И тогда, наверное, происходит какой-то некий рост личностный, наверное, да, и ты уже осознаёшь, вот знания переходят в осознание, да, и ты уже как-то двигаешься дальше. Так, это третья ступень, по-моему, ещё должно быть две, четвёртая и пятая, да? Ещё должна быть одна, и это карьерный, это консультант по поиску работы и рынку труда. Это человек, который чётко знает, что конкретно в твоей ситуации сработает. Как устроен поиск работы в образовании? Как устроен поиск работы в коммерческих структурах западных? Как устроен поиск работы в некоммерческих структурах? Как устроен поиск работы в коммерческих российских структурах, да, или государственных российских структурах? Есть, конечно, общие закономерности, которые могут быть полезны везде. И, в частности, если говорить о поиске работы сейчас, то практически всем советуем использовать нетворкинг, потому что на современном рынке это один из наиболее эффективно работающих инструментов. Но, тем не менее, в каждом рынке есть какие-то свои нюансы, особенности, подводные камни, которые грамотный консультант по поиску работы и рынка труда может рассказать. Оценить, сколько ты стоишь, оценить, какие у тебя есть возможности переходов, какие именно кампании, опять-таки, на какую базу ты можешь опираться, как лучше представить свой опыт, как лучше пройти собеседование. Это, наверное, такая наиболее стандартная часть, которую обычно и вкладывают в понимание карьерного консультанта. Вот у нас в проекте это консультант по поиску работы, я прям настаиваю даже на таком разделении, потому что это узкий сегмент, за который человек отвечает. Отвечаю. Понятно. Но вот интересно, знаете, вот очень интересное описание, которое вы нам дали, вот я даже сделала, законспективовала какие-то вот такие основные ключевые моменты. Я думаю, что вот если возникали какие-то вопросы у слушателей и тем, кому это интересно, тема сейчас уже начинает проясняться, что это такое, потому что действительно сейчас очень модно со всех сторон, вот карьерные коучи, консультанты, вот это вот слово очень, ну, мы любим иностранные слова, поэтому, наверное, чаще употребляется слово коуч, а коуч что такое, это тренер, это человек, который тебя натаскивает с тобой, ищет смыслы и так далее. А вот теперь давайте поговорим, вот насколько карьерное консультирование вообще популярно в России, кто к вам обращается, кто эти люди, из каких компаний они приходят, какие у них вопросы, с какими наболевшими проблемами они к вам приходят. Вот специфика российского рынка консалтинга. Нормально, спасибо за вопрос. Мне становится, на самом деле, немножко страшно, когда я понимаю, что я могу говорить о ретроспективе в 10 лет уже. В 2007 году, когда вот эти вопросы только начинались, карьерный консалтинг был связан скорее с программами аутплейсмента, то есть компания, которые хотели соблюсти свой бренд работодателя, быть этичным работодателем по отношению к сотрудникам, заказывали такие услуги, и действительно там были консультации по тому, как правильно себя продать на рынке труда, как правильно, какими каналами пользоваться, как составить резюме, как проходить собеседование, как презентовать свой опыт работодателю. С 2007, наверное, по 2011-2012 не было такого яркого запроса на рынке. Именно на карьерный консалтинг появлялись какие-то карьерные консультанты, но скорее к ним относились как к шарлатанам, которые действительно говорят очевидные вещи, и при этом не несут никакой ответственности за результат. Может быть, дело было в том, что ни рынок не понимал, какой результат он ждёт, точнее, результат всегда был один на трудоустройство, на работу, ни карьерные консультанты, коучи, люди, называющие себя таковыми, не совсем понимали связь между тем, что они рассказывают, и тем результатом, который человек в итоге получит. Бум карьерного консалтинга я стала наблюдать где-то с 2012-го, 2013-го, 2014-го и так далее годов. Причём с 2015-го я увидела бум запроса на обучение карьерному консалтингу, где-то 14-й, 15-й это были программы карьерного коучинга у Светланы Бергера, которые больше именно на коучинг делали, уклон. В 2016-м была запущена школа карьерного менеджмента, в 2017-м высшая школа экономики, институт практической психологии высшей школы экономики запустил тоже обучение, где я имела честь быть приглашённым экспертом и приглашённым лектором. То есть, наверное, правильно сказать, что с 2014-2015-го произошёл такой взрывной рост, бум, люди стали интересоваться тем, что это такое, тем, как это работает, и возник запрос не только на поиск работы как таковой, сколько на большую осознанность. В принципе, тут можно провести параллель, приблизительно в этот же период, может быть, чуть раньше начали развиваться огромное количество курсов профориентации для детей, для молодёжи. Ну, не знаю, с 7-го класса это то, что я видела точно, а может быть, и раньше. То есть, какой-то запрос на осознание того, что я делаю, зачем я делаю, куда я двигаюсь, а не только зарабатываю деньги. Вы знаете, мне кажется, стало это происходить, потому что появилась в этом необходимость, поскольку экономика начала немножко стагнировать, то есть очень многие люди стали терять работу или, наоборот, уходить и менять кардинально свои деятельности. И происходила некая такая переоценка того, что человек делает. А потом, посмотрите, очень интересно то, что происходит на рынке консалтинга, тренингов и так далее. То есть появляется очень много книг, литературы, которые направляют на развитие… – Продолжение. – Да, да-да-да, предпринимательская какая-то мысль, чего-то такого нового, нужно двигаться к чему-то ещё. То есть человек доходит до какой-то определённого, символически так выражаясь, перекрёстка, дорог, дальше куда ему пойти? Налево пойдёшь, туда попадёшь и так далее, направо пойдёшь. И вот среди вот этого всего нужно, конечно, разбираться. И когда есть коучи или карьерные консультанты, люди, которые вам могут помочь во всём этом разобраться, и прежде всего разобраться в себе, наверное, понять, что именно ты хочешь, к чему, к какому направлению. И вот это, наверное, стало востребованным. Плюс ещё ко всему, да, и вот детское направление. И вот как раз вот недавно мы беседовали с человеком, который развивает подростков и уже молодое поколение. Это тоже очень интересная ниша, в которой, наверное, будет также карьерное консультирование в какой-то степени тоже востребованное. Не знаю, вот сейчас расскажите, что в этом есть, потому что наверняка вы всё-таки общаетесь со взрослыми людьми, которые уже проработали, которые имеют опыт работы. А люди, которые только выходят на рынок, эта ниша, мне кажется, ещё карьерным консультированием, вот больших компаний, таких как ваш, например, она ещё не охвачена, на мой взгляд. Или тоже вы как-то уже к ним присматриваетесь и тоже, может быть, делаете какие-то выездные сессии, общаетесь с ними. Смотрите, тут ситуация следующая. На самом деле, в связи с тем, что мы вступили в яму по численности населения до 2020 года, конечно, интерес к молодым специалистам со стороны всех компаний очень велик. И понятно, что хочется специалистов, которые не… молодых специалистов, которые не просто хотят куда-то прийти работать, а выбирают своё место осознанно. Поэтому мы, конечно, к этому сегменту имеем отношение, но скорее как будущий работодатель. И мы проводим мастер-классы, мы проводим семинары, участвуем в различных мероприятиях карьерных для выпускников вузов, для студентов вузов. Им, на самом деле, очень много рассказывают и про лидерство, и про карьеру. И это очень здорово, потому что, конечно, сложно требовать от человека, чтобы он выбирал осознанно институт-университет, не имея за плечами опыта работы. Но когда он заканчивает институт-университет, уже хотелось бы увидеть большего понимания, в какую сторону хочет двигаться. И, наверное, что ещё я бы хотела сказать, очень здорово, что они понимают, что, возможно, разные варианты развития карьеры, что карьера может быть не только должностная, и я хочу через полгода расти, 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 и через три года стать генеральным директором. Да, вертикальная карьера бывает и профессиональная, и экспертная. Могут быть совмещения, она может быть центростремительная. В общем, огромное количество вариантов карьеры. Здорово, что молодым людям об этом рассказывают, и они формируют свои ожидания уже исходя из этого. Безусловно, да, потому что это и формирует ожидания, как вы сказали, но и плюс ко всему это даёт какие-то надежды и возможности, то есть того, как ты можешь развиваться, что важно для тебя, что не важно, и уже ты формируешь приоритеты и так далее. Ну хорошо, давайте тогда вот о чём поговорим. Всё-таки программа мировая, бизнес-этика. Мы сравниваем практики российские и зарубежные, и вот какие-то новые, например, веяния и тренды, сравниваем, как они проживаются в России, не проживаются в России. Вот если провести какой-то такой сравнительный, наверное, анализ, всё-таки как развивается карьера консультированная в России? Есть своя специфика какая-то, особенности, наверное, или всё же мы идём в ногу, то есть практически у нас нет изменений, как такая глобальная система, глобальный тренд, он одинаков везде во всём мире, или всё же есть какая-то российская в нём изюминка? Хороший вопрос. На самом деле я тут скорее против российской изюминки, потому что мне кажется, что стандарты качества, они должны быть едиными для всех. Например, если говорить про Kelly Services, у нас мы являемся единственными партнёрами компании CPI, Korea Partners International, это международная компания, которая объединяет карьерных консультантов по всему миру, и в своей работе мы руководствуемся именно стандартами вот этой компании. Да, я знаю, что есть сертификации европейские, есть сертификации японские, я, к сожалению, не очень глубоко углублялась в то, чем они различаются, и какое знание даёт каждый вид сертификата. На российском рынке я знаю, что разрабатываются стандарты проведения программы от плейсмента, я знаю, что разрабатывается стандарт карьерного консультанта, но, к сожалению, опять-таки не видела ещё каких-то материалов, которые бы могла почитать и рассказать об этом подробнее. Но, честно говоря, я надеюсь, что всё-таки мы будем ориентироваться на международные стандарты, точно так же, как и в коучинге. Нет российского коучинга, есть коучинг международный, я думаю, что с карьерным консультированием должно произойти то же самое. Вот это, кстати, очень интересно, потому что, да, бывают такие, наверное, сферы, где, вот как вы сказали, должно быть, критерием основным должен быть профессионализм, то есть это не какая-то там специфика. Но, тем не менее, вот здесь ещё вот что важно, что материал, с которым вы работаете, люди, с которыми вы работаете, они, вот, собственно, они и есть носители одного определённого менталитета, культуры. Да, Марина, интересный вопрос. Я, честно говоря, в таком разрезе об этом не думала. Будет интересно поразмышлять поподробнее. Знаете, у нас даже в России нет единого пласта людей, о которых можно было бы сказать, что это носители единой культуры. У нас в проекте прошло более 40 человек уже. И это были самые разные истории. Люди с западным складом мышления, люди из государственных организаций, люди, занимающие такие вот рядовые абсолютно позиции из серии операторов, колл-центров и так далее. И тут речь, скорее, идёт не о неком нашем культурном коде, да, общем, а всё-таки о степени готовности брать на себя ответственность за свои собственные достижения. Это, наверное, единственное, что определяет качество и результат совместной работы карьерного консультанта и человека. Вот это вот очень интересно, потому что вот общаясь с разными людьми, с разными экспертами в этой области, получаешь, безусловно, разные мнения, разные какие-то выводы, да. И вот буквально, наверное, не так давно общалась с человеком, который… мы обсуждали тему предпринимательства, да, и как вообще развивается карьера у человека, куда идти молодому специалисту или уже зрелому, да, специалисту, человек, который проработал в компании, допустим, да, который хочет создать свой бизнес, у него какая-то своя идея, да. Вот о предпринимательской такой составляющей, да, вот здесь важно, вот мне интересно, вот хочется у вас спросить, как у профессионала, вот к чему больше люди тяготеют, да, вот в российской ментальности? к тому, чтобы работать в какой-то одной компании, да, или всё же, вот быть, наверное, хозяином своего положения, своего какого-то бизнеса, вот такой предпринимательской стороны, где идёт такой, вот куда идёт перевес, или 50 на 50, или пока вот, может быть, больше в сторону какой-то такой традиционной занятости. Как у вас, вот как вы думаете? Блин, я отвечу историей, опять-таки, из нашего проекта к нам пришёл участник с запросом «Сделайте мне резюме», ну, как обычно это бывает, «Сделайте мне резюме, чтобы я устроился на работу в корпоративной компании». Да. Мы начали работать, до резюме он не дошёл, в определённый момент пропал, и мы не поняли, что происходит, он сказал, ну, у меня там какие-то дела, а когда он вернулся к нам через полгода, выяснилось, что он открыл собственный дату салона. То есть, вот он настолько разобрался в себе, я говорю, почему? Он говорит, ну, я понял, что я никогда не… Я не в корпоративном мире, я туда… Даже если я туда попаду, мне там будет некомфортно, это не моё. Поэтому я осознал, что же будет моим драйвером, и сделала то, что мне было интересно. Ну, может быть, человек действительно сделал правильный шаг. Абсолютно, я надеюсь. Да, и вот он как-то нашёл себя, очень быстро переориентировался и стал предпринимателем, потому что это тоже такая… Ну, знаете, это шаг, который боятся очень многие, наверное, сделать. Может быть, внутри человек чувствует, что он хотел бы, у него есть такой какой-то творческий порыв и плюс какие-то знания, но ему не достаёт вот этого одного шага, потому что это всё-таки риск и ответственность за свои действия, за компанию и так далее, за людей. А вроде работая в большой компании, ты защищён некими такими гарантиями в какой-то степени. Там тоже есть свои ветра и сильные бури. Но тем не менее всё-таки как-то ты от неких таких сюрпризов судьбы застрахован. И многие поэтому тоже как-то здесь боятся, куда им как определиться и как быть в жизни. Хорошо. Ну что ж, мне кажется, очень многое сейчас становится ясно, вот изгравываю с вами, что же это такое карьерно-консультирование, кто какие люди приходят, и на каком этапе жизненном можно прийти к вам и поговорить. Ну вот очень многие ассоциируют карьерных консультантов именно с подбором персонала, как специалисты по рынку труда и так далее. А как быть человеком, который, в принципе, допустим, он устроен, он работает, но он понимает, что он не растёт. То есть мы немножко поговорили о карьерах, которые могут быть горизонтальные, это карьерная лестница, когда вы получаете разные звания, должности, а профессиональные карьеры, когда вы становитесь экспертом, вы очень много знаете, вы работаете как бы на одном месте в одной сфере. А как быть, когда человек достиг какого-то стеклянного, скажем так, потолка, хотя термин употребляется в другой немножко сфере, в сфере женского лидерства и роста. Бывает так, что он всего достиг, как ему двигаться дальше, где ему найти себя. Он очень опытный, он очень, скажем, много у него успехов, должность хорошая, высокая и так далее. Вот здесь карьерный консультант может как-то помочь? — Может, это сложный вопрос. Если вспомним в Ланшарах и Харси, по-моему, матрицу, когда человек, у него большая экспертность и снижается энтузиазм, и на самом деле это скорее проблема очень многих компаний, когда человек действительно на высокой должности, там, не знаю, финансовый директор, директора по продажам, директора, он в определённый момент чувствует, что он выгорает, что всё, да, уже никак. Тут востребованы карьерные консультанты внутри компании. Я не скажу, что сейчас многие компании об этом задумываются, но несколько таких компаний я знаю, которые организовывают карьерные беседы либо думают об организации карьерных бесед внутри компании для того, чтобы сотруднику помочь развиваться. Иногда в компаниях человека ротируют на должность чуть ниже, но в другом сегменте. Наверное, самое частое, когда становятся HR-директорами. У меня, например, в практике есть пример, когда очень успешный юридический директор из очень крупной компании стал HR-директором в не менее крупной российской компании. Ну, наверное, вот такие варианты ротации, да, поиска. Опять-таки, чем тут может быть полезен карьерный консультант, на что опираться, потому что для нас есть некие базовые вещи, на которые мы можем опираться, от которых мы можем отталкиваться, понять вот эту базу, да, и определить, что к этой базе, какие надстройки необходимо сделать для того, чтобы двинуться дальше и опять приобрести блеск в глазах. Да, ну это действительно такие золотые слова, приобрести блеск в глазах, это очень-очень важно. А вот, Татьяна, вы сказали, вот внутренние консультанты и внешние консультанты, я тоже хотела бы подробнее у вас уточнить. Вот интересно, в компаниях, во многих компаниях есть внутренние консультанты, а в некоторых компаниях вообще этого нет, да? То есть вот скажите мне, насколько компании, в которых есть такие консультанты, они действительно лидируют, это их конкурентное преимущество, или это всё-таки многим компаниям рассматривается, ну как такая вот приехать, наверное, необходимость, но не первая? Мы опять спираемся в ограниченность ресурсов и в войну за таланты, причём если раньше под войной за таланты подразумевалось привлечение хайпу, хайпотеншал сотрудников, то сейчас талантами стали уже все в силу вот тут как раз нашей российской специфики того, что мы вступили вот в этот демографический провал. И поэтому я не знаю, могу ли я называть название этих компаний, но это действительно крупные лидирующие компании на российском рынке и на международном рынке, поэтому для них это скорее является способом первого удержания, и второе, наиболее эффективного сотрудничества со своими работниками, я принципиально не говорю использования своих ресурсов, потому что карьерное консультирование – это всё-таки про сотрудничество, про взаимодействие, про синергию, которую мог друг другу дать работник-работодатель. Понятно, потому что, знаете, вот мне кажется, что вот я считаю, что это очень важно, чтобы компания имела своих карьерных консультантов, люди, которые вот именно менеджер талантов, да, вот это называется talent managers, потому что бывает так, что вот в компании, ну, возникают какие-то вопросы, возникают, например, вот как вот сказали, вот вы привели пример человека в HR-директе одной компании, которая стала работать в юридической компании, да, то есть вот бывает так, что как же внутри человеку расти, да, какие вот, может быть, искать точки роста внутри компании, это как раз позволяет карьерные консультанты, а во многих, мне кажется, российских государственных компаниях, ну, существует некая такая вот неповоротливость, наверное, да, вот негибкость, может быть, да, то есть вот такой, ну, существует, грубо говоря, отдел кадров, да, то есть во многих компаниях, которые занимаются вот какими-то административными вопросами, то есть вопросами развития персонала, по сути, никто не занимается. Вот у меня такое вот есть представление о российских государственных компаниях, да, а в иностранных компаниях немножко другая ситуация. Не во всех тоже есть такие карьерные консультанты и менеджеры талантов, наверное, в очень-очень продвинутых, да, всё-таки есть консультанты, куда можно, которые следят за сотрудниками, за их ростом, за тем, что происходит, наверное, внутри, да. Вот здесь, наверное, какая-какая динамика, вот как вы, вы работаете с российскими государственными компаниями как-то, то есть вот, ну, пытаетесь, что называется, посадить туда семена добра? Ну, смотрите, если говорить о российских государственных компаниях, то там достаточно чёткая структура, да, то есть и достаточно чёткое понимание, кто может перейти, да, почему может перейти и так далее. То есть, да, я не знаю, насколько сильно у них развиты практики формирования кадровых резервов, да, но, тем не менее, я слышала, что очень многие компании проходят оценку, и, наверное, знаете, здесь кто может быть, ну, это не Росатом, таким примером, который лет за пять, наверное, сделал очень качественный рывок в управлении персоналом, проведя огромное количество оценок, оценочных мероприятий, да, распределив своих сотрудников по разным зонам компетенций и сформировав вот этот вот кадровый резерв, который они действительно очень эффективно ратируют и применяют, да, вот эту методологию себя. Да, поэтому, ну, наверное, государственные компании разные, да, где-то можно и научиться. Да, 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 вот это такой вот опыт, наверное, да, который интересно было бы посмотреть, как он мог бы тиражироваться, да. Вот как вы считаете, мог бы он быть заимствован другой государственной компанией или, скажем, может, даже частной структурой, или это уникальный опыт для вот именно Росатома? Ну, смотрите, на самом деле практика формирования кадрового резерва, она не что-то новое. Опять-таки с 2005-2007 года, когда я стала иметь отношение к кадровому консалтингу, направлению в Келли, такие мероприятия проводились. То есть это оценка, это формирование модели компетенции, это оценка, это понимание, какие сотрудники являются для нас хайпу, какие сотрудники не являются для нас хайпу. Но вот следующего шага того, что все сотрудники являются для нас важными, и просто важно найти своё место и понять, где этот сотрудник, пока что я не знаю, какие компании сделали, но вот, может быть, те, которые внедряют у себя беседы о карьере, карьерных консультантов и так далее. Понятно. Хорошо, идём дальше к следующей теме, теме женской, теме женского лидерства. Сама по себе тема, может быть, даже и тема отдельной передачи, но, наверное, раз уж у нас в гостях карьерный консультант, мы тоже затронем эту тему, потому что вот эта тема, которая, мне кажется, не обходит стороной очень-очень многих компаний, в том числе российские государственные компании тоже развивают это направление. Да, 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 вот, давайте поговорим, как к этому относится, и вообще, как развивается этот тренд в России вот сейчас. Ну, смотрите, если говорить о карьерном, с точки зрения карьерного консалтинга, то у нас очень много запросов действительно от женщин, которые ушли в декретный отпуск, и для всех женщин это переоценка ценностей. У меня у самой четверо детей, поэтому я не раз проходила этот путь сама и советовала знакомым, что делать. Конечно, карьерный консультант, психолог, коуч, кто бы то ни был, он может, опять-таки, помочь расставить приоритеты и отделить твои собственные ценности, которые есть у тебя, от тех ценностей, которые социально желаемы, потому что женщина у нас должна быть успешной матерью, успешной бизнес-леди, при этом прекрасно выглядеть, следить за собой и не допускать… Очень много… Слишком много надо и слишком много должна. И, конечно, когда женщина с этим сталкивается, ей нужен некий внешне незаинтересованный источник, который ей поможет разделить наносное от реального и помочь принять решение. У меня были примеры, когда, например, женщины выходили на работу, потому что надо, и вроде как большой заработок и так далее, но через полгода, через год просто ломались, потому что это сложно. Точно так же, как были примеры, когда женщины задерживали у себя выход на работу, и потом, выйдя на работу через 3-4-5 лет, говорили, сколько я потеряла, и мне действительно нужно было делать это раньше. Видите, как интересные крайности, можно сказать, одна, другая, третья, то есть все очень разные, у каждого свой подход. Да, абсолютно разные пути, абсолютно разные дороги, поэтому универсального пути не существует. Есть как раз инструменты, которые могут тебе помочь понять, какой путь, собственно, твой. Понятно. А вот скажите, вот в плане женского лидерства, у нас раньше говорили, да, вот в Советском Союзе, вот очень даже был такой предмет гордости, да, вот посмотрите, у нас очень много программ разных, стали, т.д. Вот сейчас, ну сейчас другое время, понятно, что время очень быстрое, время очень такое вот, с одной стороны, время возможностей, но с другой стороны, это может превратиться во время пущенных возможностей, да, если ты вовремя где-то что-то не сделал и как-то себя не проявил. Ну вот сейчас много ли у нас программ, там, внутри компаний, там, внешних, внутренних, да, которые как бы вот способствовали тому, чтобы женщины всё-таки не уходили бы куда-то вот далеко от своей реализации профессиональной. И в то же время не забывали бы, там, о семье, о детях, и так далее, потому что это же трудно, безумно трудно совмещать. Вот я, не знаю, с большим, наверное, уважением и преклонением отношусь к тем женщинам, которые как-то так пытаются совмещать, которые находятся на руководящих постах также, да. И вот они каким-то образом вот всё это держат в своих руках, в своих, как-то вот, в своей сфере, да, как это всё происходит. Да, у меня есть хорошая возможность, потому что я являюсь руководителем центра подборовки, да, с одной стороны, то есть я вижу это как работодатель, а с другой стороны я это вижу как карьерный консультант, а с третьей стороны я это вижу как мама. Я могу говорить красиво, что да, в этом все заинтересованы, и многие компании действительно предлагают гибкие графики, предлагают возможность работать из дома, то есть с пониманием относятся к молодым мамам и молодым отцам. В принципе, да, западные компании как-то не делают различия, но тут есть у нас как раз свой культурный консультант, что всё-таки на маму ложится основная задача по воспитанию детей. Но, тем не менее, нужно чётко понимать, что фокусироваться всегда можно на чём-то одном, да, и, естественно, женщина, чтобы понимать, ради чего она, например, уходит к детям, или ради чего она идёт на работу, да, отнимает время от детей, она должна чётко понимать, зачем она этот выбор делает. То есть мы опять возвращаемся к ценностям, к задачам и держать в голове ту цель итоговую на горизонт 5, 10, 15 лет, к которой она хочет продвинуться и прийти. Цели могут быть разные, нет хороших и нет плохих, да, тут не вопрос оценки, тут вопрос понимания, что конкретно ближе к тебе. Да, и для чего ты это делаешь, то есть самый главный вопрос, который нужно себе задавать, для чего, да, и, соответственно, к чему ты хочешь потом в результате этого прийти. Татьяна, ну, смотрите, вот у нас суть до дела, передача подходит к концу, я считаю, что мы поговорили об очень-очем многих интересных вопросах, которые волнуют людей, которые ищут работу людей, которые пытаются как-то, может быть, найти какое-то новое направление своей деятельности, своей жизни и так далее, да. Вот нам очень интересно рассказали про, во-первых, профессию карьерного консультанта, чем вы занимаетесь и как вот важно общаться с профессионалами, да, на эту тему, то есть всегда есть люди, которые могут вас сориентировать, помочь вам и, в общем-то, вот выбрать какое-то новое направление, разобраться в себе, да, и дальше уже определить какой-то вот некий другой вот новый вектор развития. В заключении, вот скажите нам, пожалуйста, вот несколько слов о том, как вот вы видите развитие рынка карьерного консультирования в России. Оптимистично я его вижу, но на самом деле так, потому что я вижу, что рынок из-за нецивилизованного сборища начинает превращаться в что-то стандартное, руководствующиеся определенными правилами, стандартами, этикой, что немаловажно, процедурами, и я надеюсь, что в течение какого-то короткого времени этот процесс будет завершен, и люди действительно будут получать пользу, будут понимать, к кому с какими вопросами обращаться и какого результата ждать. Понятно. Ну что же, это была Татьяна Смирновна, карьерный консультант компании Kelly Services. Спасибо вам большое, Таня, за такой вот интересный и профессиональный взгляд изнутри и также вот снаружи на сферу карьерного консультирования. Спасибо, Марина, огромное. Спасибо.